Здравствуйте дорогие зрители, это Суприм Коммандер, вакханалия, 7 на 7 игроков, вот он уже спешно строит первый завод, говорит, лишь бы чем было отбиваться, когда ко мне придут все эти толпы, а они придут, вот внизу, Семера, сверху Семер, и этот парень, на кого мы смотрели, дерзкий, это сам Уилли, который фармслетье, видите, он слева внизу уже поменял свой никнейм на Вафельдзнуп другого игрока отсюда, это скрытно, это он так прикалывается, у него 2500 рейтинга, вы представляете, 2500, он хорош почти на всех картах вообще, у него скилл, там он играет с 12 года что ли, больше 10 лет Суприм Коммандер, и с ним еще Террари, по-моему это наш русскоязычный чел, у него еще и больше рейтинга, 2600 вообще рейтинга, он пошел вперед, прет как танк, это что за команда внизу вообще, ребят, они же просто нагибут, нагибут всех и каждого, или нет, у них микрошифт еще есть какой-то, 1000 рейтинга, вот справа 1000 рейтинга, вот этот такой самый послабей, но тут в каждой команде есть такой человек послабей, но выше 2000 это вот эти двое, зеленый и голубой снизу, это просто жесть какая-то, карта, ну примерно 10 на 10 километров, небольшая по меркам Суприм Коммандер, два прохода слева-справа, по центру прохода нет, туда не забраться, чисто если туда дропаться и сверху потом строить артиллерию, закидывать все что внизу, два прохода по центру и два прохода уже в углах, занимают невозбранно сверху серый ежих, ежих по-моему немец вообще, сверху 2400 есть один, есть один высокорейтинга, вот этот Вафельд Снуп, как будто немец, да, он крутой, 2400, но больше 2000 нет, где-то снизу, аж два их, их аж два, но сверху зато тысячника нет, которого в нагрузку дали, 1300, фокки, Вульф, болотного цвета, болотник, вот он, и фреш и красный, тоже неплохой, Виллоу Уисп, 1900 из Британии, Бордовый, крутой, и он, смотрите, вместе с Эпик Беннисом, Эпик Беннис немец, вот он синий, готовят они атаку, одновременно встали, и, кстати, Бордовый помогает синему, чтобы тот побыстрее смог тоже вместе с ним пойти в атаку, ну, чё, Виллоу, давай пушить с двумя ганами, давай, и сейчас, дорогие друзья, мы увидим, Суприм Коммендор на максималках, 7 на 7, вы загорите, гавы, блин, давай, пушим, давай, так, сиреневый, тысячник, против Ёлжиха, 1900, да, что он, на что он рассчитывает, практически ни на что, фиолетовый сверху воздушник, кстати, на воздушном слоте сверху 1500-ник, мистул, мюсли, он говорит, мне любая масса нужна, ребят, какая вот есть, давайте мне, потому что я делаю воздух всего на 7 масс-экстракторах, но никто заранее не знает, сколько всего будет, да, а против Ёлжиха 1300, понимаете, а у него 1700, 1300, так вот сбалансировано, что у нижних воздушник похуже, причём значительно, значительно по скиллу, по опыту он должен быть хуже, не, ну есть, конечно, вариантики, когда там это двойные какие-то аккаунты, типа 2000-ник себе создал новый аккаунт, конечно, может быть, но это очень редко, так, давай будем пушить вот этого командира, какого? А, просто давай пушить, говорит, убить вот этого, вот этого, на голубого, так, на террарию, на 2600 террарию, а не пойду, террарию уже снизу построил, завод наверху, вот его огромная эпичная тень от полуденного солнца, такой тени бы не получилось, вы думаете, я ошибся, нет, я хотел сказать, такой не получилось бы тень, а вот от солнца под наклоном уже бы, да, уже можно, правда, сверху там уже поджимают его завод, дроп есть, да, рыжий дропнул сразу, и ВСК, и заводы побыстрее, побыстрее, в офис, ну, 243, конечно, быстрее, у Майкросшифта справа тысячника, проблема, сразу двое на него, Ёжих и Фрэши, забирают самого слабого, блин, кстати, голубой пищи, дайте, пожалуйста, транспорт, транспорт, но хочет свалить, он на него тоже пушит очень не кисло, сейчас, походу, первый отвалится, и пушку уже делает серый, он понимает, что они забирают вот этого сиреневого нижнего игрока, зеленый там, конечно, идет на помощь, которую разрекламировал, как один из лучших игроков вообще, но он еще далековато, забирает его, все, ребят, взрыв красивейший, да, но у Террария тоже проблемы, он запрашивал транспорт, говорит, срочно эвакуацию, эвакуируйте меня отсюда, его уже синий даже отбамбливает, его завод здесь уже в пыли, разрушен, два его завода позади, могут попробовать в тыл, заходить к этим ребятам, но они строят инженеров, правда, не, не инженеров, разведчиков, у меня инженер, опять тут глючит интерфейс, блин, так, Террарии, походу, заберут, что ли, и очень быстро, две шестьсот рейтинга, после убиваем вот этого психолона, они дальше пойдут, вот здесь, вот они здесь, смотрите, идут расщели, они за этим, потом сюда пойдут, блин, они все, они тирали, заберут транспорт, а ему никто не дал, а вон транспорт ехал, летел транспорт к нему, чтобы эвакуировать не успел, транспорт увидел только огромный красивейший столб дыма, да, музыка как раз пафосная, ох ты, ребят, проблемы у нежних, они теряют сразу лучшего игрока по рейтингу, худшего игрока по рейтингу, соответственно, после тебя они усредняются по рейтингу, вот он Уилли, который раньше фармслетия в кастах старых, я его называл фармслетия, сейчас его выделим, чтобы, может, эта иконка хоть пропала, ну, в общем, он идет, нормально у него ощущения, ему дали базу, соответственно, у него 2-бэйс, по идее, он должен получше справляться, тут у него серафимская и еще серафимская базы, сейчас у него будет много юнитов, он может наказать вот этих парней, видите, эти пошли как-то странно в обход, актив бэклэш, воздушник может наказать вот этого, они, неужели через... ага, так, на вот его шалу натыкается, синий, но у него, у синего очень много бомберов, они будут забирать еще одного, минус 2 нижних сразу же, неужели минус 3 в самом начале игры, ребят? Вы че вообще делаете, творите? Они такие, беспердил мы творим! Пок! Так, но бомберы че-то как-то пока не торопятся бомбить психолон, видимо, он изменил свои приоритеты, он понял, что не удастся его завкусить, но вместе с рыжим, рыжий же еще сверху подошел, еще и серый сверху подошел, да тут все подходят на центр, кроме нижних, да, розовый, конечно, псайко, нет, сделал слева, реген, это уже другая история, ребят, тут смотрите, насколько эпично, вот этот такой театр боевый здесь, здесь вообще другой, он, конечно, сделал реген с ганом, выходит, у Фокки Ульфа здоровья уже меньше, он был обстрелян, очень эффективно потерял здоровье, и, соответственно, так, терапись, блин, у Бенниса, пипец, он прям как себе за цель поставил, прям в меня войти и меня замочить, Беннис в те времена сообщает, нам нужны флаки, возможно, чтобы с воздуха его не зафокусили, ну да, он сейчас, конечно, немножечко, ну не то чтобы стремается, но такой побаивается, он понимает, что могут теперь зафокусить и его тоже, а вот, который с ним ходил, который с ним был, он тоже попадает, причем под двоих, тут же, а, тут, тут Илшавох, флаг, причем есть, вот он флаг, бомберы ничего не сделают, Илшавох идет и стреляет, хороший ДПС добавляет, вы скажете, да нет, медленно, медленно, но так это командир на начальных этапах игры, конечно, он не должен быстро помирать, но, слушайте, по-моему, помрет все-таки, а, по-моему, его просто уничтожают, это ответочка, и зря он сюда так далеко зашел, просто синий-то сразу пошел поближе к своим, которые уже подходили, а этот пошел какой-то обход странный, и вот и получил, ветеранство небольшое есть, но, блин, походу помрет, вот, Илшавох забирает овершаржем, не, ну все, тут два штурмовика, его обстреливают сверху, по-любому он помирает, и вот она ответка, минус 1900-ник из верхних, второй по рейтингу, хотя у них 1900-ника еще два остались, остались, но вот эти ребята свалились, синий свалил Беннис с половинчатым здоровьем, его двое прикрывают, он отходит уже к себе на базу, в расчете на лейтгейм, что предпримут вот эти два пары, и будет ли они как-то, ух ты, Беннис-то дальше продолжает проджигать, может быть они третьего все-таки сожгут, флаг есть стоячий, флаг есть, но не так уж сильно это и помогает, а где синий-то, он видимо завернулся и там помер от флага, но все-таки помогает, но один запомнят себя принял, что предпримет самый главный козырь у нижних, Уилли, зеленый, именно зеленый, он делает себе Т2, пока ничего критичного, хотя как, у него заход, с ушавохами на вражеские базы, где вот здесь, кстати микрошифта и замочили, вот именно здесь вот остался Саша, от его, да, соответственно смерти, опять вот иконка, смотрите, слева внизу появилась, как они появляются, в какой момент, я не могу это отследить, а потом как-то вот она исчезает, я кого-то выделяю, юнит выделяешь, снимаешь выделение, она исчезает, так, ну ладно, смотрите, в общем он заходит сюда, он собирает, он скоро, я уверен, подомнет под себя вот это все, хотя здесь есть тоже войска, видите, Т2 танки даже есть, Т2 со щитами, причем, но мне кажется, Илшавохом, это не контра вообще, вот он модник, Илшавох какой, в сапогах, а, ё-май, вот у него сапоги такие, типа лобутенов, или как, да, огромных размеров, дизайнерские, не обязательно, лобутены, конечно, дело не в них, но они дизайнерские, явно, Беннис еще высылает еще одного, хотя это тоже Янус, он летит под музыку, сжечь, Нейпом, Нейпом должен кого-то поджечь здесь, а, ну, Маск-Экстрактор как раз таки пора бы и поджечь, но он пролетает мимо, хотя эта цель была верная, Уилли уже есть Т2, он делает все нано-репейр наполовину, так, эта цель была не очень, лучше бы поджег вот эту полоску, конечно же, электричество, тут как-то бесполезно, он поджег, и сам, в общем-то, нет, он не упал, он еще живой, но флаг скоро с ним разберется, но залп сделал, залп сделал, ух ты, что там, радар что ли стоял у него, сразу же минус, но апгрейд на нано-репейр уже готов, плюс 80, ребят, плюс 80, он ган себе делает, ган еще быстрее, то есть он походу решит пройти, но куда, куда, либо вот сюда, либо по правому, смотрите, правый дальше, но по сейфове, сюда, однако, ближе отступать, ближе подкрепление своих, но, пока не ясно, поглядим, здесь, идет так же, ну, ленивая, так скажем, перестрелка, розовый пушит вперед, он пропушил, он уничтожил эти пушки, которые стояли за стенками, вот посередине стенки строят, таким квадратиком, вот пушка, соответственно, между ними, он это уничтожил, здоровье, у фоке-ульфа, правда, более не отнималось, он делает все нано-репейр, и, соответственно, его дальше пушить будет посложнее, розовый продолжает здесь, ну, а, в целом, атака неплохая, он пользуется тем, что синий, вместе с кем он там атаковал-то, выловый, помер, он бордовый, что ли, был, да, синий с бордовым атаковали, а потом синий сбежал, роняя, а, соответственно, бордовый был помереншин, а как синий сбежал, синий на передовую стоит, он здесь ждет, подходите, он щит себе делает, реген у него уже есть, слушайте, он и с регеном там может на овершарже, кстати, здесь вот это все размотать, и он щит отменяет, он понимает, что у него нет времени, надо пробовать овершаржить, или отступать, нет, он не будет отступать, он будет овершаржить, сейчас посмотрим, есть один овершарж, минус танк, мимо, правда, стреляет, еще бы овершарж, но энергии, правда, видимо, сейчас не так быстро у него копится, как хотелось бы, но ему рыжие помогают, и самое важное, Илшавоха, не очень хороший демедж, но они станили, они станили Илшавоха, они правда начинают подстреливать, ох ты, уже пошло горение, вот опять стан, овершарж, минус два, сразу дал, неплохо, Беннис разменивается, Илшавохи, это грозная сила, ведь их все еще много, они все еще грозны, но он их неплохо может и дальше дамажить, тем лучше пока отступать, либо его фокусить, вот прям говорить, все, все, но нужен второй раунд фокушения, потому что первый раунд фокушения, конечно, больше его не убьет, Беннисов у того реген, Илшавоха там 8 штук, было бы 20, понятно, что сразу бы убили, так, Вафельс, Уилли, то есть зеленый, Вафельс-то рыжий, он это просто скамит, он скамит оппонентов, Уилли пошел вперед, использует свой реген, свой ган, и здоровый Йоджиха подснимает, но у Йоджиха тоже реген есть, не такой уж мощный, так, погодите, харп дроп, говорят, ага, харп дроп был здесь, видимо, что ли, он увидел, нет, пока никакого харп дропа, есть просто харп дропа, и они не в дропе, извини, я от Рэджио пока не увижу, Террари, извини, я что-то не понял, я разговариваю с своей девушкой, Белый пишет, она играет в лигу, в лигу легенд, или я играл, он мне, вообще он пишет, я играю в лигу легенд, и разговариваю с девушкой, пишет Белый, но, видимо, оправдывается то, что у него времени тут на мега победы нет, а вот Уилли есть, причем даже одной левой, одной правой, сколько у него рук, не знаю, но, по-любому смотрите, он просто идет за этими войсками, уничтожает их, и для красных это нормально, они понимают, что это Уилли, и лучше отвалить, наверное, раньше, тебе нужно убить дроп, на миду, пишет он, вот этому вот, серо-стальному, хвойному, хотя это не хвойный цвет, я не знаю, можно убить дроп харпиджеров, вот, кстати, дроп двух персиков, да, это еще сильнее, чем дроп харпиджеров, хотя там два персика, блин, он сейчас потеряет дорогущие, но они успевают дропнуться перед залетом, там такой залет был, конечно, долгий, с такой задержкой вообще, ну вот, два персика, сейчас начнут уничтожать массо-экстракторы, массово, это такой каламбур, да, терапич, я пинговал две минуты назад тот дроп вообще, вообще-то, вообще, ну ладно, так, те два персивали, понятно, это очень интересно, но и здесь тоже интересное происходит движ, титаны, конечно, не выдержат, они даже мощнее Илшаохов, все-таки это Т3 юниты, но, блин, они не настолько крутые, их два, ну, два, их маловато, так, двойной реген у этого парня, нет, у него не двойной реген, а, имеется ввиду Фокки Вульф, возможно, у него не двойной реген, нет, ошибся, а, Фокки Вульф может про себя пишет, это же он пишет про себя, я не могу ничего не сделать, наш самый мощный, ну, оранжевый, он, блин, позволяет, чтобы 1700-ник там что-то качал, не совсем понимаю, что он имеет ввиду, не хочу сильно вдаваться, потому что иначе я тогда буду пропускать то, что происходит здесь, ёжик пока, с регеном регенится, Уилли стоит поудаль, с регеном тоже регенится, но постоянно теряет хелсы, стоит он вместе сейчас в неприятном, науто ушел, решил не идти, их аж две штуки, ну, на две могла бы эта армия навалиться, в принципе, но он пока решает, возможно, поманеврировать вокруг вот этого командира Уилли, чтобы его забрать, просто если нижний потеряет Уилли, то это, конечно, крах всего зеленого, это крах, потому что, основная надежда на него, белый, оторвавшись от своей girlfriend, и от лиги легенд, то есть одним он хвастается, а другим он, видимо, кается, соответственно, высылает сюда пару Т2 штурмовиков, это, конечно, не, это ничто, Т2 штурмовики для снайпажа, я не знаю, это, наверное, ничто, но как допфаза, да, так, здесь атака на Уилли уже предпринимается посерьезнее, тот отступает под щиты, видимо, удар был по разведчику воздушному, сейчас моментально сожжен был молниями, с двух сторон хотели пристануть, но неплохая идея, почему нет, здесь Титаны есть, а это Т3 все-таки, это Филфи, это уже Филфи, лоялист что ли? Нет, это Титан без щита был что ли, ну, по сути, лоялист, энергии, видимо, не хватает, красному надо бы ему энергию подстроить, да, смотрите, все жестко в минус идет у него, а это щиты на Титанах, это все-таки ДПС, это, ну, здоровье, которое забирает у себя ДПС, так, скоро Харбенджеры прилетят, пишут, они инкамик, но есть два Харбенджера, тоже энергии нет, тоже щитов сейчас у них не было, ребят, это то ли графический глюк был, то ли у верхних с энергией проблема, но сейчас вот появилась, но плюс, конечно, небольшой, у них была проблема, вот у красного тоже сейчас был бустик, опять будет сейчас проблема, нет, щиты есть, нормально, по голубой полоске видно, но просто как будто их не было какое-то время, может он их отключал, там, типа экономят что-то достроить, он пошел вперед, зря, мне кажется, зря были, пошел вперед, здесь все-таки литов много, в том числе Т2, у них рейндж, они могут в него сделать залпики, залпики в него проходят от пушки, он пока под отступает, ребят, напряжение нарастает, пружина постепенно сжимается, где-то рванет, скоро, белый пока оставил свои идеи, забора вот сюда, здесь уже пересевали хоть 4 штуки, конечно же, конечно, инженер просто испепелен, превратился в пыль, пыли много, пыли сажа, как я говорил в другом касте, сегодня еще записался с Сидом, мощный тоже каст, как и этот, но этот пока не так уж раскрылся, ребят, в начале был экшен, но сейчас пружины сжимаются, пока непонятно, пока ждем, Т-3 штурмовики готовятся снизу, сверху что готовят, сверху мы видим, готовятся Т-3 ленд юниты, окей, скоро они начнут свой ход, но персики на персиков, ну не сказать, что сильная контра, не так ли, внизу, мне кажется, победят даже, тупо потому, что у них состав армии хотя бы разнообразный, персивали, да не, ну что, внизу они тоже есть, плюс еще танки, тупо ДПС больше, плюс, конечно же, штурмовики, правда, они отлетели, непонятно зачем, почему делали бы дальше бесплатный ДПС, белый, может сделать 6 бомберов и убить одного из них, синего или оранжевого, ну или пусть АИРщик делает, который хвойно стального цвета, черного, вороного, типа вороной пусть делает, было бы в пользу, говорит, ну, белый пока что не делает, Т3 бомберов, а я был бы очень рад посмотреть, на них нет, он делает истребители и Т3 штурмовиков, Т2 даже, Т2, да, бомберы одним налетом, Бенниса, да не, я не знаю, у Бенниса щиток есть, у Рыжего может быть нет, да, у Рыжего вообще 11 тысяч здоровья, самый дохельный, ни одного апгрейда он не делал на здоровье вообще сейчас, поэтому его можно было бы забрать, но за него, до него дольше лететь, ты потеряешь бомбардировщиков, а на Бенниса можно сделать два залпа, например, потому что ближе он, но, так, Уилли себе делает второй реген, второй, и уже сделал его на 15%, мощь, так, ну чё, где, где бомберы, говорит голубой, где они, не волнуйся, их никто не будет делать, походу, всем плевать, так, на 18% делает второй реген, так же и Фокки Вульф, это будет Рэмбо, ребят, там второй реген, его делают мощнее эксперименталки, по здоровью, мощнее паука, по здоровью, мощнее, но не колоссы, конечно, ну и паук его, конечно, дожжёт впервые, это понятно, но здоровье гигантское, вот выйти против какого-нибудь, блин, против этих персевалей можно даже выйти, можно, но потом придётся отойти, то есть, допустим, три оверчаржа, всё, отойди, отойди, но, так бы он не смог выйти, а так, если ещё с армией, ну с другой, с другой, со своей армией, то можно очень сильно помочь командирам, и его просто так не убьют, у него будет время отойти, а так персевали, конечно, один залп, мне кажется, вот один залп, всех вот этих его убьют, ну вообще в целом, всего один выстрел, но, так как со вторым регеном, то, ой блин, и выходит таки персевали, но они стреляют в других, они не фокусят, и вот смотрите, один залп был, но не ото всех, ой, они не фокусят, Бенниса, могли бы, могли бы, они могли бы, очень круто, она дамажит его, но тут, вот он отходит от персиков, ну вот, вот он отходит, он чуть-чуть поуверчаржил их, отступил, опять приходит, еще ууверчарж кидает, но там правда мимо, ладно, не бери в голову, говорит террорист, 20 сеттный знак, ну потому что он знает, что сейчас бы Бенниса замочили, вот эти персевали, но дамажили его, и Т-3 бомберы, дальше бы домочили его, но, он этого не сделал, так, второй реген есть, все, достроен, только что было, Уилли, только что надписи исчезла, вот он готов, 107 секунд делал, пошел вперед, но его войска уже пошли вперед, тут тоже Т-3 есть, но это Т-3 ракетницы, они в ближнем бою, они ничто, они никто, пулемет, пытается по щиту, попадает в пустую, идет его ДПС, но не в пустую, конечно, все-таки оба, об щит, но это как об, сейчас вот об Уилли, сейчас все зарегенится, 248 в секунду, ребят, 248, представляете, у командира изначально здоровья, 12 тысяч, 248 в минуту, это 14 880, я сейчас на калькуляторе посчитал, почти 15 тысяч в минуту, он может тратить, он может помирать каждую минуту, и ему ничего не будет, вообще, вообще ничего, всего у него 46 тысяч здоровья сейчас, и он идет вперед, он прет как так, здесь правда колосс уже вышел, где он, подожди, вон он, на миникарте видел, вон он, есть отметка, он идет вперед, так, все, он виляет попой, он говорит, диско-дансер, что будет делать с этим зеленый, у него Т-3 танки, они отступают, отступают пока что на горку, там он подумает, там он подразмыслит, он тоже отходит, со своей армией, тоже Т-3 тапки, вот они шлепки, ездят серафимские Т-3 танки, тянки, и соответственно, колосс, ну колосс, вот это конечно по боку, какой-то антиэйр, он придавливает к себе, привлекает еще одну артиллерию, какую-то, воздушных юнитов он не может притягивать, и вот эти штермовики Т-3, как раз пришлись очень даже кстати, здоровье тратят они у него, тратят неплохо, неплохо, очень неплохо, ребят, так, убей вот это сначала, антиэйр, убей, убей, да, пишет голубой, убей мобильный антиэйр, ай, убей мобильный антиэйр, стреляет по колоссу хвойный, вороной, вороной по колоссу стреляет, антиэйр тем временем, с земли расстреливает его штурмовиков, но это Т-1, это Т-1 антиэйр, это не так уж и страшно, нормально, более-менее, так, Уилли продолжает свое движение, оверчанжев, сбил щит, уничтожает всякий спамчик здесь, идет в сторону колосса, он думает, что колосс достаточно надамажен, в том плане, что встреча с ним, его не убьет, но проблема здесь, блин, тут пузырьки еще есть, тут дело не в колоссе, тут дело в его группе поддержки, так, все, 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 выжигает, выжигает его, он кидает оверчанж, он вообще, первый оверчанж потерян, е-мое, помрет походу, Уилли, нижний решатся самого мощного, но подступает танк, и Уилли с другой стороны, со спины, он танкует на себя колосса, вот оверчанж был, там еще один кинут, е-мое, все, 1500 здоровья оставалось у него, 1500 здоровья, получил ветеранство, там последний момент, и вот начинает регенить, ребят, ему нужно 3 минуты, чтобы восстановиться до полных, 53 тысяч, 3 минуты всего, всего 3, бомберы серые подлетают сюда, чтобы закончить начатое, но, не, но они, конечно, сдохнут, их бы не хватило, там все, там реген впитает, уже 10 тысяч, у него было 1500, ребят, 1500, 10 тысяч уже, вот сейчас, сейчас, отзумил, смотрю, 12 уже, все, ультра быстрый реген, но сейчас такое же есть у этого парня, вот он, он себе тоже сделал, он просто без ветеранства, сейчас, но ветеранство еще наделает, так, голубой пишет, дай весь воздух одному, одному, видимо, решили белому дать, у белого, нет, не дал он ничего, истребителей не дал, вороной не дал ничего, одному, ладно, забери этого панка, блин, представь, у меня 2 колосса было бы, у меня 2 базы, у меня было бы 2 колосса, если бы у меня было бы 2 базы, это он, видимо, к тому, что у зеленого это 2 базы, а у рыжего 1, поэтому он не смог 2 базового вынести, увы, уже 20 тысяч здоровых, и 21 было только что, в него попало что-то, какой-то снарядик, не знаю, ну, это явно не персики были, вот они уничтожают его щит, а, ну, вот какая-то артиллерия, как будто рядом разорвалась, сплэшем немножечко, да, но его, я думаю, сейчас уже не заберут, так, но здесь, правда, атака на левом фланге, тем временем, очень много персиков у розового, у синего еще больше, плюс у него толстяк, и толстяк обстреливает здесь массово, просто сплэш, смотрите, закидывает, какой-то, раз, блин, ну здесь и тота вылазит, у розового есть, есть способы подготовки, е-мое, все, и тоте главное вот сюда подойти, вот сюда на центр, она стоит, зря, ой, зря, под щитами думает выжить, что ли, потому что, ну, когда и тота помрет, шаровая молния должна стрелять по, по персивалям, а так, если персивали зафокусят ее, она умрет сейчас одного, блин, залпом, ух ты, антиэр, какой мощный молниями подошел, а, штурмовики не справляются, еще штурмовики, но это Т2, это Т2, можно их, их вот так массово терять, можно, можно, тут, ребят, везде, везде театры военных действий, некуда даже вообще, мне понять некуда, куда чего, жесть происходит, надо не забыть еще Бусти прорекламировать, я ведь потом забуду, ладно, сейчас скажу, ребят, что, вот здесь, в Аханале, везде все происходит, а на Бусти, я сегодня записал еще каст, там и наши есть, и не наши, и всякие, и там, блин, развороты такие, до конца не поймете, кто победит, там просто, по ссылке в описании на Бусти, заходите, подписывайтесь, спасибо за поддержку, там еще касты, другие есть по суперекомандор, тоже крутые, как и здесь, ну ладно, минутка рекламы, даже меньше минуты, ребят, меньше минуты, скороспел, скорорекламщик, так, высылай воздух наверх, говорит голубой, высылай, высылай, голубой уже там весь на измене, так, здесь колосс появился, чтобы защититься, им нужно засекюрить реклейм, кто засекюрит реклейм, тот будет царствовать здесь, выходит, студик, студик уже с демеджем, кстати, что произошло, кто его обидел, пока не знаю, может был дроп, есть же и то-то, внизу пишут, есть же и то-то, там нет внизу, так, ладно, фиг с ним, ребят, здесь пошел в атаку, Т3 штурмовики от Хвойного, ага, он хочет толстяка забрать, он хочет зачистить путь зеленому вперед, для этого нужно избавиться от толстяка, но он скорее избавляется от своих собственных штурмовиков, тут вот мозги ходят, мозги, это Т3 Эонский антиэр, вот они мозги на ножках, я не знаю, зачем он пошел вперед, он просто профукал все, террари продолжает ставить отметки, колосс приближается, зеленый, кстати, отрегенил почти все, еще не все, на 4 тысячи осталось, но он уже пошел вперед, он знает, пока я иду вперед, я еще отрегеню, смысл тогда ждать, ну то есть, не самый консервативный путь, но он как бы консервативно отсидел, почти все, зарегенил, если было бы агрессивно, он бы на половине, на 20 тысяч, на 25 тысяч, когда пошел вперед, тут артиллерию, например, может забрать, у Уилли построена эксперименталка, вот она и тот, или ему дали ее, ему может быть, ее просто отдали, соответственно, отстал, или вот эта была построена, вот она, скорее вот эта была отстроена, и вот сейчас началась новая, помогите, пишет Рыжий, помогите, ну надо хелпать, надо хелпать, здесь мощная атака, которая против, тут стенка на стенку, просто и Уилли, смотрите, Уилли просто заводы строит, не стесняюсь, прямо здесь, и заставил, он заказывает инженеров, это для того, чтобы у него были рекламщики, реклеймщики, которые будут рекламить, реклеймить, вот здесь все, и они будут помирать, а ему пофигу, все уже давно окупилось, они реклеймить будут настолько быстро все, если там будут мертвые эксперименталки, так, два колосса придвигаются вперед сюда, вот эти персевали, помните их, помните их, а, ностальгия есть, синие персевали, а может это и синие персевали, или розовые, но здесь две и тот, и в общем в любом случае персевали, друг на друг, стенка на стенку, были умершлины, помогают здесь штурмовики против этого, парень глючит, зря, наверное, помирает, а нет, здоровья-то у него еще дофигища, но две и тот и подсчитаны стоят, тем более колосс как-то пятится, непонятно куда, он теряет тут же сороковку, все, пятидесятку, пятьдесят тысяч потерял, почти, сорок восемь он потерял, просто так, так, если они масса ассистят артиллерию, то ядерка твоя не загружена будет, давай лучше, а, голубой пишет, у нижних есть ядерка, ребят, у нижних есть ядерка, и он пишет, если они массово помогают артиллерии, они не заряжают антинюку массово, они не помогают массу антинюку, поэтому, скидай ядерку сюда, пишет голубой, вот в чем дело, а у них ядерка-то есть? Есть, и они помогают ядерке, именно, и все, есть залп, есть, есть, она раскрывается, ребят, повезло, повезло, да нет, это я по таймингам попал, профессионально, ребят, тут просто заставочка нужна, и такие ракурсы, пух, yes, from the, так, полетела ядерка, звук голоса был, контроль есть, похоже, что на артиллерию, артиллерию надо, конечно, выбивать, вы такие, так она же даже не достроена, да почти достроена, причем, где все, она уже достроена, вот она, вот ствол, начиная движение, видите, вот он двигается, есть, есть, ядерка должна попасть, по идее, антинюка, и антинюка тоже есть, сработало, ядерка не попадает, антинюка давно сделана, террайер при этом выпендривается, рыжий пишет, я пинговал, блин, три раза там рейд был от отумов, от зеленых, да, где-то, ребят, сейчас рейда нет, этого, я уже даже ничего с этим рейдом не буду делать, говорит, не волнуйся, я пинговал дроп-харбинджерами на центре, 70 раз, ладно, джи-джи, он как-то зарядил антинюку, блин, хотя строил Т3, артиллерию, как-то зарядил, говорит, так, ладно, ребят, все, извините, смотрим по земле, нижние перешли в атаку, на обоих флангах, не концентрируясь или на каком-то одном, они просто прут вперед и прут, персевали дохнут, кони дохнут, и Тотов все равно жива, хотя казалось бы, персевали, это контра к Тоте, но, как бы лол, так, здесь еще два колосса подходят сбоку, эта атака, по идее, должна быть обречена, заводы делают уже артиллерию, не инженеров, Т1 артиллерию, масс спам, вот этих штучек, вот этих, их будет настолько много, что даже, колоссы не смогут ничего сделать, хотя колоссы быстро выжигают, да, но их очень много, блин, nevermind, kill to smd, пишет, kill smd, убитый антинюк, ладно, nevermind, ничего не можете, голубой, так голубой, но сам помер, сам рано слился, против раша, двух командиров, террорий, ну сам, ну что, строй тогда бомберов, я так, я думаю, так, ладно, наверное, бомберов строй, но он не строит бомберов, он строит истребителей, пока что давление, ребят, разворачивается, как будто ни одна из сторон не может супер-мега, так сказать, давлеть, а вот артиллерия залпы делает, сколько киллсов у нее уже, 6, 6 киллсов, ребят, пока не смотрел, я не следил, куда залпы идут, сюда что ли, щит, щит есть, вот, прямо сюда на, на грид воздушный, если воздушный грид будет пробит, и, за сплэшем, то, конечно, не сладко приходится, не сладко, построит ресторейшн филд, пишет он Вафельсу, мне кажется, что зеленому, ну не Вафельсу, а Уилле, зеленому ресторейшн филд не надо, он хочет, чтобы он построил ресторейшн, чтобы очень быстро регенились и тот, и они прослужили там полтора раза дольше, но неплохо, да, неплохо, но зато самого командира убьют, так, здесь не пробили, пока не пробили, и щиты встали, они проапгрейзены, были еще щит, нормально, пока что артиллерия не может пробить от верхних ничего, здесь продолжается бодание стенка на стенку, но не пробитие, построенный пулемет, один, второй будет, и Т-2 пушки в количестве 5 штук, неплохо, но зеленый может, конечно, еще потанковать, два пулемета, смотрите, танкуют, и у него даже здоровье не особо тратилось, просто тупо не тратилось, взять нюк, и вот это в следующий раз, вот эту базу, но можно попробовать, да, террари пока смотрит, следит, он может оценить, где, какая антинюка, пока, допустим, твои сокомандники там что-то микрят, ты можешь оценить, посмотреть, да, конечно, было бы неплохо эту и тоту от регений, до каких-то значений, но зеленый выбрал сам танковать именно своим командиром, ну, можно, так, лол пишет, бордовый лол, а, типа, отдай и тоту, что ли, может, он случайно отдал, вот ее, но ничего, она тоже идет вперед, парень идет, оверчарджи кидает по персивалям, очень грамотный дпс, вот, именно добавка оверчарджи против персиков, это, ну, не максимально эффективно использовать дпс, максимально эффективно это кидать в здоровых, и тот, наверное, наверное, поставить приоритет, блин, на толстяках, на эксперименталке, красный пишет, поставить приоритет, а где толстяк, а есть толстяк у красного, так это он сам, он бы сам бы и поставил тогда, так, ну, что, здесь зачистка произошла, а зеленый очень хорошо почистил сейчас вот это, но, внизу идет атака вот этих ребят, но он может попробовать во фланг пойти, и он во фланг входит, вон, уже, смотрите, ема, сколько урона и тот и наносят бесплатно, просто бесплатно дают дпс, но колоссы вроде сообразились, или что надо поджечь, три луча смыкаются на итоте, нормально, где сам командир, ах ты, вон он, ну, танкует, ну, два колосса, правда, в тот раз был один, тут два, все, отступи, нет, не отступил, все, отступил, один луч, один луч какой-то, не отступил, отходи, ах, тебя переиграли, пешт рыжий, переиграли, блин, потерян был, зеленый, там ядерка, конечно, летит через всю карту, сейчас вот она, на высоте, ребят, на высоте, но толстях закидывает тоже высоко, вылепишь, если бы мне парень дал бы и тот, эту зеленую, если бы дал, наверное, было бы все нормально, я что-то сомневаюсь, говорит, бордовый, если бы моя команда рыжий, говорит, все играли бы как 2 800, мы бы выиграли, да, вы знаете, но эта ядерка, вот эта ядерка, сейчас мощно попала, кто победит, пока непонятно, но вот то, что царя делают, царей мы очень давно не видели, какой-то уже не каноничный юнит, кстати, стал, раньше был каноничный, здесь атака также производится, минус, минус колосс, скоро минус еще один колосс, хоть он притягивает к себе, бесплатно персевали, они дохнут, и эти тоже, блин, два колосса с персевалями, конечно, расправляются, вот смотрите, в две руки просто, в две руки притягивают, больше половины здоровья у каждого персевали, а они стреляют, но от этого урона уже нет, это баг такой, видите, ой, был урон, был урон по Т1, так, ясно, но, все равно, не всегда урон проходит, я видел, когда я не проходил урон, причем прямо сейчас, ну так в общем, одна у кого сейчас убьют, персевали просто, притягивают по жесткому, у нас со спины как-то атаковать, а это еще притягивает, в левом фланге, в левом фланге проблема, тут остается зеленый, который не отдал свою Тоту, психолон, ислана МЛТ, МЛТ это кто? мультилевел, трамплинг, или что-то такое вроде, так, царь взлетел, он был достроен, он готов вылетать, и соответственно, сжигать огромной армии, сейчас нужно что-то придумать, кто победит, пока непонятно, у верхней качают 1800, нижней 2100, у нижней все в порядке, тоже, нормально у них дела, ядерка у них готовится, 60% сделан снаряд, две ядерки, ну первая не попала, вторая, однако, попала очень сытно, и куда надо, дюк строится, уже достроена, артиллерия, скоро будет и свои, они закидывают верхней, своей артиллерии, верхней, правда, так и закидывают, и вот эти снаряды летят, вот он, тот самый дюк, помните, на которого первая ядерка была кинута, куда он будет попаден, куда, в какое место, по щитам, естественно, он хочет пробить вот эту артиллерию, до того, как она начнет наносить урон ему, там уже что-то красненькое, лампочка какая-то аж, и есть, так, истребители фиолетового прилетают сюда, уничтожат штурмовиков, которые мешали синему колоссу, ну все, перестанут теперь мешать, соответственно, по истребителям пока непонятно, кто опережает, потому что у нижних истребителей все, блин, в двух руках, да, и у того, и у того, так, подождите, здесь атака идет, и то-то почти добралась, до толстяка, да, вот, вот сейчас мы видим первый выстрел туда, голубой пишет, ага, зеленый пишет, фарм, ты бы выжил, если бы сделал, как я тебе говорил, ресторейшн филд, это плюс 40 тысяч здоровья, на всех трех и тотах, причем, да, ребята, это, кстати, добавляет не только овер, типа регена, оно и здоровье само тоже добавляет, но, блин, что поделать, что поделать, ладно, здесь царь начинает выжигать, и тот, это, естественно, будет умершвлена, с воздухом ничего они сделать не могут, но, ядерки они высылать могут, вороной высылает ядерку, еще одну, может быть, если она будет успешна, так же, как вот эта, просто минус балл, а, он туда же и высылает, я думаю, это неплохо, если еще и царь, тупанет, где-то здесь будет пролетать, то и вообще неплохо, но толстяк далековато, артиллерийские снаряды, правда, падают, слишком близко от этого парня, на него, смотрите, стоит приказ, падает, разведчик об него, погнали, 2400, гаси, вот вон снаряд, еще один летит, но далековато, не, не попадет, ребят, не попадет, все нормально, слава мо, можно выключать, это кинема, кинема слава мо, погоди, что-то уж больно, что-то уж больно, что-то, нет, мимо, ну, по-рышему попали один раз, видите, подожди, это что, это что, так близко, фах, слишком близко, 300, выжил, он выжил, он выжил, но еще один снаряд, еще один снаряд, неужели слава мо включать, нет, далеко, нормально, нормально, живет, живет пока рыжий, ему бы правда сместиться, его обстреливают, ребят, его фокусят, его фокусят артиллерии, я, блин, хочу слава мо еще попасть, вот, о-о-о-о, не, это далеко, выставил, я знаю, там справа атаки тоже идут, но, блин, что-то вот так встал, что-то встал, ты отойти-то не можешь, или он устал играть, тоже далеко, мне кажется, что опасно, понимаете, два раза в него попали, два, еще одного он не выдержит, ну все, все, или он типа крутой такой, как в индийском фильме каком-то, видели, наверное, отрывок, да, когда человек стоит, там стрелы летят, он стоит, него ничего не попадает, ну попало же, все, летс го, говорит, так, ребят, у нижних есть шанс, есть шанс у нижних, самый лучший контроль верхних, рыжий, помирает, а тут-то все прет, смотрите, а где царь, кстати, ядерка, походу не попала, а вторая попала, да, попала вторая ядерка, ребят, извините, я что, что не засек, и сняли одного царя, второй живой, новый царь, артиллерия, тем временем, обстрелил здесь щиты, не удается пробить, верхняя артиллерия, удается пробить, удается, но попадет ли, попадет ли, есть, фуак, начинают пробивать, все, ребят, похоже, что все, я же тебе говорил, красный пишет. И говорил, уйди ты оттуда. Уйди. Он не ушел. Нет, ребят. Есть шансы у вертики, у нижних. Пока что интрига просто адская. Здесь идет заход с угла. Заход и тот и неплохой. Но толстяк ее обстрелит. Причем и тот в него не попадет, даже если встанет там у этого холма. Какие-то выстрелы могут быть скрадены рельефом. Скрадены. Вот командир. Он отступает. Здоровья у него немного. И тот могла бы его замочить. Но она идет, в принципе, по вектору, по другому. А он возвращается. Нет, у него возвращается. Потерял время зря. Опасно, наверное, так. Она бежит за ним. Все. И тот и решает догонять. Вот уже есть. А если бы он там не стал за ворота эти делать, может, и выжил бы. Но он еще пока выжил. Ух ты, как он стрейфится. Вы видели. Ну, вы видели, наверное. Как круто он это сделал. Но шаровая прилетает прямо в него. Сплэшем. Минус один. Есть. Прям под музыку. Вот это красота, ребята. Это красота. И сегодня я уже еще один к записал. Там тоже типа того, же стенка на стенку. Мегамаз. Ссылка в описании на Бусти. Переходите, пожалуйста. Подписывайтесь. Спасибо за поддержку, ребят. После просмотра этого каста в описании на Бусти. Блин. Ну, потому что мало. Я забыл еще подрекламировать. А надо два раза говорить. Блин, Т-3 Бобер от Фиолетова прилетает сюда. Ну, а об кого? Блин, минус розовый. Какого фига? Минус Сайкоэд. Фэк пишет Псайкоэд в чатике. Дарн пишет рыжий. Слушайте, минус один. Ё-моё. Кто тут победит-то? Понять невозможно. Главное, чтобы зеленый оставался. Я так вижу, что он тут самый дерзкий, самый мощный психолон. Но замочили того, кто держал этот фланг. Да? Все-таки он здесь делал львиную долю работы. Царь еще сюда упал. Это второй? Блин, я пропустил оба падения царей. Ребят, извините. Жаль. Жаль. Артиллерия сюда стреляет. А как там с пробитием? Да, пробит был весь грит. Видите, вот эти панели стоят. Все? Все пробито. Ё-моё. Ой, блин. У нижних проблемы, ребят. Да, конечно, артиллерия нижних тут на вражеской территории расстреливают воздушные юниты. Бывает и такое, да. Бывает. Но у них все равно проблемы. У верхних тоже проблемы, но были. Так скажем, ядерка жива еще. Да, вот она. Снаряда пока нет. Строится артиллерийская установка, но гряда нет. Электричества, соответственно, тоже маловато. Здесь колоссы уничтожаются. Так, артиллерию в приоритет, пишет Террари. Возможно, чтобы Вороной строил именно артиллерию в приоритет. Как там? О, подожди. Еще одного, что ли, артиллерией? А, белый лазернулся. Белый. Блин, рыжий пишет. Такой лазер слабый, а? Так там, 6 тысяч счетов. Белый сюда телепортился, ребят. Белый телепортировался, пытался сбить, наверное, артиллерию. Но он два генератора сбил. Он помог. Но этого не хватило, похоже. Вот сплэш, видите, на артиллерии был, походу, от генератора. Ну, помер. Но здесь Т-2 пушки. Причем не сразу помер. Вот здесь Т-2 пушки. Несколько залпа понадобилось? Два, наверное, залпа. Может, три даже? Но он быстро стреляет. Наверное, три залпа понадобилось. Точнее, долговато стреляют они на самом деле. Так, тут террарий пишет, что колосс тут. Ну да, колосс тут тоже на вражеской территории. Но зеленый... Так, извините, зума от зума. Я хотел посмотреть, там зеленый еще высылает свою артиллерию. Тут-то атака тоже неплохая. Но два толстяка с ней справятся. Потому что у толстяка пушки есть. Одновременно работающий и по ближним объектам, и по дальним. Соответственно, он и ближний сейчас расстреляет. Два толстяка. И дальний своими дальнобойными пушками тоже прорядит. Поэтому сноубол эффекта, эффекта лавины не получится. Ну вот все, она и кончилась, эта атака. Теперь следующий здесь. Но это Т-3 танки. Но они подступают по одному ручейку. Можно по одному их уничтожать. Вот один. Ой. Вот второй. Оу. Ё-моё, притянул был колоссом. Колосс такой, я пришел. Что дальше? И тут такая, на, ничего. Он притягивается. Больше тут пузырьки еще стоят. Не, по одному танке. Смотрите, до пузырьков доходят. Ой. Следующий. Ой. Ну как бы, то есть, я не знаю. Пока атака тоже вялая. У нижних проблемы, ребят. Я не верю. Не, я не верю. Это что, была ядерка или что? Или это артиллерия? Еще одна артиллерия есть. Неужели артиллерии его замочили, ребят? А? Сейчас посмотрим подолетающий выстрел. Вот это жестко. Выстрелы, правда, сюда идут. Он, может быть, просто вышел. Он, может быть, просто вышел. Вот это. Вот это то, что было, ребят. Это он просто вышел. Я вспомнил. Да. Я этот реплей. Вот этот момент. Я просматривал на десинг. Я не помню, кто победит. Правда, честно скажу. Это не то, что я вас там байчу. Но вот этот момент, я помню, просто вышел. Я это запомнил. Я не сразу вспомнил. Да. Не справился с давлением вороной. Вороного цвета. Хорошо. Но опять же, по ситуации, я не верю, что зеленый победит. Потому что я реплей не до конца все равно мотаю. Посмотрю, чтобы десинка не было от смертей. И вот он один остался. Но ему все пробивает, ребят. Тут музыка только грустная, может быть. Сид, кстати, Сид бы здесь чувствовал себя, ну не то, что комфортно, но это его ситуация. Строит артиллерию. И пытается артиллерии всех зафокусить один за другим. Это его мод. Как это? МО, так сказать. МО. Судя по криминалистскому сленгу на английском языке. Это его МО. Но это сейчас МО не зеленого, не психолона. Он в этом мини-опыте. Там три артиллерии сверху стреляют. Прямо по нему. Да. Он уже получил сплэш и от генератора, и от артиллерии. Но у него огромный реген. Его так просто не зафокусить. Вы знаете, там пока снаряды следующие, там так совпадет, что в него попадут. Он реген свой зарегенится. У него же по 15 тысяч в минуту так же регенится, как у Уилли было. Так, но здесь, правда, атакуют две и тот. И смотрите, они на вражеской территории. Но опять же, два колосса их встречают. Они помрут. Колоссы упадут сейчас от шаровой. Правда, это далеко. Блин, видите? А, не-не, слушайте, это первое шаро. Вот это второе и третье будет еще. Да, да, тогда они упадут. Я просто думал, что и тот упал здесь, а шарик почему-то сзади. Не, они упадут. Они упадут. Нормальность. Все норм. Но, блин, шанс есть. Я как-то даже болею за зеленого. Знаете, в том плане, что он проигрывает. Я не вижу у него шансов никаких. Артиллерия его пытается фокусить. И это может сыграть злую шутку с верхними. Они спешат. Они пытаются вот этого парня убить. А он ходит. И, соответственно, они не выбивают ему ресурсы. Понимаете, да? Так что боль-мень, боль-мень. Посмотрим еще, что происходит. Ну, здесь большая атака идет, правда. Двумя колоссами. Третий на подходе. Плюс Персиваль. Плюс еще инженеры. Ну, для солистозаводов. Для реклейма. Чего там. Ну, все, что хочешь. Но они реклеймят пока что. И тот угостит. Я надо бы колоссу отходить. Микро не хватает. Вот он вступает в движение. Здесь еще, правда, паук есть. Но паук сделает минус один, по идее. По идее. Так, ядерка запущена уже верхними. Верхние пускают ядерку. Артиллерия могла подвыбить антинюки у нижних. Блин, паук не фокусил колоссы и поплатился за это. Ох ты, он притягивает. Он притягивает. Целый тронспорт. Вы видели это? Целый тронспорт. Джи-джи пишет. Уже розовый ядерка. Сейчас еще войдет. А жук полит. Два жука. Так, два жука это интересно. Но ядерка тоже интересна. Куда? Неужели на... Неужели не убьют? Не, он отходит. У него реген. Нормально. Сейчас взорвут. Ребят, ну подождите. Очень интересно, что с жуками. Блин, я не увижу ни жуков, ни этого. Да, жуки упали походу. Так, ядерка здесь все уничтожила. О, как ярко. Ой, ребят, меня аж реально на мониторе аж ярко стало. Чуть-чуть сощурился я. Как в том меме, знаете, где мужчина такой в постели лежит. И, видимо, ему светит яркий луч в глаза. И у него выражение лица крайне удивленное. Но вот здесь два, да, два жука просто повели. Я хотел артиллерию выбить. Вот эти три штуки. А, еще одна ядерка падает успешно. Только еще дым не успел рассеяться, а. Тут еще одна падает. И вот этот гриб сейчас здесь тоже поднимется. Вот он поднимается. Воздух на воздух. Истребитель фиолетового много. И у зеленого тоже много истребителей. Он как-то пытается жить, но он улетает. Угу. Ну, пока все. Ребят, я, опять же, не вижу никаких шансов в зеленом. Реплей был классный. Битва классная. Но когда Уилли вот здесь помер, что-то пошло наперекосяк. Что-то по дезморали нижние посыпались. Ну, как я вначале, в общем-то, и сказал. Я не к тому, что это вот, это я сказал. Я такой крутой. Не, ну, просто отмечал вначале. Я помню, что Уилли самый важный. И его терять нельзя ни в коем случае. Но он сам потерялся. Он под двух колоссов пошел. Он пошел на двух колоссов. Так, Т-3 бомбер прилетел. Один пока. Может, их было и больше, но пока вот один. Хотят пробить. А, ну, масс-экстракторы. Они уже как будто в свободном режиме уже стоят. А, ну все. Психолона, походу, просто бомбят. Он пытается стрейфиться, но минус 10 тысяч ему уже сделали. Это 4 бомбы. 4 бомбы попали под 3 тысячи. И 2 тысячи он отрегенил. Ну, потому что он уже постоянно регенит. А, во-во-во, еще бомбер. Ну все, ребят, похоже, что заканчивается этот реплей. Жаль. Он сейчас помрет просто. И ничего, ничего более не может быть. Но. Сама игра не продолжится уже, потому что некому отдавать это все. Блин, вот они. А, он почти зашел. Он еще немножко проживет. Напоминаю, что он регенится настолько долго. Нет, слушайте, подожди. Если он сейчас победит. Если он сейчас победит. Вот этот разворот будет. То это как-то зря. Я уже начал панихиду ему читать. Или типа того. Он, по идее, помирает. Я, правда, извините, честно... Честно говоря, точного значения слова панихида я не знаю. Поэтому. Так, ну ладно. Я, если честно, скажу вам, чуть-чуть ускорю сейчас. Чтобы долго не задерживаться. Ребят, кто там пьет чай, уже допивайте. Потому что, ну вот, вот они летят. Вот они летят. Вот они бомбят. О, 1700 было здоровья. Нужно еще. Нужно. Т-3 бомбер. Нужна артиллерия. Артиллерия по нему пытается попасть. Но не попадает. Но он, видите, строит себе мобильные щиты. Под ними укрывается. А на что он рассчитывает? Не, ну окей. Может он выживет. Ладно. Он выживет. Но для чего? Вот ядерка туда еще в него полетела. Вот он здесь высылает и то-то. Но и то-то под этими пулеметами не пройдет. Соответственно. Т-1 артиллерия может пройти. Пулеметы все-таки контрятся. Т-1 артиллерия массовой. Видите? Ну, так контрятся, да. Она, конечно, помрет сначала массово. Но чуть-чуть начнет доходить, доходить, доходить. И смотрите, как много отрегенил психолон. Уже 15 тысяч здоровья. Нифига себе. А, колосс, правда, подходит. Но вот летят бомберы. Смотрите, антир работает по бомберам. Бомберы массово валятся. Психолон дохнет даже до бомберов. А, это ядерка. Это ядерка упала. А бомберы-то по психолон попали. В кадре это было. Так что все снято, ребят. Все снято. Все попало. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Надеюсь, понравился вам этот каст. Мне так очень сильно. Фак, камера. О, видали? Аж частицы поднимаются от артиллерии еще вместе. Желаю вам здоровья, добра, любви, процветания. И, конечно же, денежных средств. Спасибо за внимание. До свидания.